здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске нет больше радости у байдена чем новые санкции вводить и нет большей трагедии чем понять что против россии он уже все ввел но ничего есть же еще и китай и байден решил продолжить там ну что спорим что это правда или не совсем брехня рубрика а нас то за что вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против китая случае если пекин окажет поддержку россии сообщает агентство reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники данные консультации находятся на предварительном этапе и их цель заручиться поддержкой ряда государств особенно стран большой семерки для координации возможных рестрикций в отношении китая собеседники агентства не уточнили что за ограничением могут быть введены в отношении к нр при этом они добавили что инициатива вашингтона пока не привела к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам меня опять терзает смутные сомнения а что случилось то почему вдруг санкции против китая там что скрипалей отравили или магнитского умучили или кино про навального сняли оскара дали а мы все это умудрились пропустить причем россия что интересно отказалась от коммунизма которому у запада и якобы были такие претензии стала родной капиталистической как все страны и все равно никак не могла угодить америке не при ельцине не при медведеве не при путине вечным что-то было не так вечная права человека санкции вечно неравноправие а вот с китаем который был коммунистическим и остался коммунистическим и после площади тянь мэй и после 91 года у сша 30 лет никаких проблем не было хотя уж там то и официальная монополия компартии на власть и основная идеология коммунизм и огромная роль государства в экономике и все равно столько лет никаких претензий к китаю не было и вдруг ни с того ни с сего столько десятилетий спустя начинают совещаться о санкциях с чего бы вдруг давайте припомним как это было в прошлый раз в 2008 году начался мировой финансовый кризис банки разорялись пришлось эту проблему заливать деньгами в буквальном смысле слова но по большому счету ее тогда так до конца и не решили и в качестве временно постоянной меры было принято решение о беспрецедентном снижении размера ключевых ставок по всему миру всеми ведущими центробанками именно на этом все и держалась с тех пор долгое время тем более что низкая инфляция позволяла сша без проблем заниматься денежной эмиссией закрывая напечатанными деньгами последствия пандемии оплачивая ими военную экспансию и так далее одним словом очень умные люди тогда нашли как выкрутиться и только очень глупым людям могло прийти в голову испортить все это в 2021 году на голову жалуется это хорошо легкие дышат сердце стучит а голова а голова предмет темный исследованию не подлежит мудро а потом пришел байден со своим бзиком своей зацикленностью настоящей идеи фикс и зачем-то принялся вводить так называемые санкции из ада в числе которых была и заморозка активов россии правда вот уж чего-чего а заморозить эти активы до сих пор толком не получается но за то что у него прекрасно получилось так это подорвать по всему миру доверие к доллару страны одна за другой стали переходить на торговлю в национальных валютах перестали покупать американские долговые обязательства и механизм в виде печатания доллара затрещал это с одной стороны а с другой мировой энергокризис который байден же и запустил привел к росту цен и повсеместной инфляции для борьбы с ней пришлось по всему миру поднимать ключевые ставки и тут уже начали сыпаться крупнейшие банки планеты которые только на низких ключевых ставках и держались с 2008 года таков он итог санкций против россии а к чему приведут санкции против китая даже подумать страшно вот байден и не может найти себе союзников это он дедушка старый ему все равно а у всех остальных еще есть планы на будущее поэтому договориться им очень трудно спасти принцессу может только чудо вы ее уморили а винить будете меня а доктор тоже человек у него свои слабости он жить хочет друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра на нашем канале новый выпуск не пропустите